Приветушки мои хорошие, это я в темноте, тут такой. Вот у нас сегодня такая, как говорится, унылая погода. Вау! Вы меня видите? Только что отвезла Никиту. У нас сегодня пасмурно и даже обещают немножко дождик. Так, я сейчас немножко пережду и поеду в супермаркет. Мне надо кое-что купить. Так, а пошла, пока не пошла, мне надо повесить на компьютер вот этот новый визит к стоматологу Дентасан. Видите, вот я обычно на компьютер всё вешаю. Вот, когда прививка, когда вот это вчерашнее, что я хотела к стоматологу, мне уже не надо, убираю. Вот, а вот это повешаю. И мне надо написать список, что купить. Вот видите, уже подзабыла, ну вот, что купить, чтобы не забыла в магазине. И вот я села писать, уже подзабыла. Помню, бананы-прокладки. А что это ещё? Вот надо было, вот, надеюсь, сейчас я пойду на кухню и там увижу, что увижу и вспомню. И вот сразу покажу. Арину сделал новые подделки вчера. И вот, смотрите, вот такой вот шар, видите, на белом фоне, как красиво видно, да? Вот здесь, кстати, дырочки вот такие вот маленькие. Еле-еле видны. Это уже как снег падает. Вот, вырез, вырезал вот такую вот игрушечку. Потом вот такую вот, сейчас покажу, вот такую тоже игрушку. Мэри Крисмас. Это Санта Клау. Санта, да? Санта. Вот такие вот две игрушки. Ну вот, три таких зелёных. Это рождение Иисуса. Три таких зелёные. И оранжевые. По-моему, я оранжевые вам все показывала или не все, я не помню. Сейчас покажу. Вот. По вечерам ему заняться нечем. Ну как, он поставил себе программу, оно там само вырезается, а он занимается своими делами. А тут вырезается вот такая вот красота. Красиво, да? Это я вам показывала. Это не показывала. Вот эти вот я вам показывала. Вот эти вот три очень красивых. И вот такая вот тоже игрушка. Я потом всё это украшу. У меня есть блёстки, у меня есть такие фломастеры, которые блестят. Попробую украсить всё это. И будет красиво. Посмотрим, куда мы это всё будем цеплять. Может, кое-что даже на ёлку прицепим и попробуем. У нас большая длинная ёлка двухметровая, а кое-что на двери, может быть, понацепляем. Легко, быстро и красиво. Кстати, спасибо вам за комплименты ему. Это он просто купил себе такую машину и вот сам ищет вот эти вот всякие рисунки разные. И вот вырезает. Он даже из дерева вырезает. И вот сейчас он попробовал вот такой вот из картона вырезать, чтобы легко резалось и быстрее это всё было красиво. Спасибо вам большое за комплименты ему. У нас как осень начинается, вот прям с первого сентября, может быть, даже чуть раньше, чуть позже. И у нас заполонение этих чимичей в Италии. Смотрите, что творится. Вот я не знаю, не помню, как по-русски они, то или клопы, или вонючки какие-то, и мы их называли. А здесь в Италии они чимичи. Вот так вот они везде у нас, каждый день. Вот так вот я беру и на балкон выбрасываю. Лети, лети дальше кому-то. Так вот у нас сырая погода. Будет, не будет дождь, посмотрим. Так, всё, поехала. Добавила в список ещё пару вещей, но это под знаком вопроса, потому что я сегодня планировала сделать один видеорецепт, показать вам очень лёгкий десерт. А потом вспомнила, я же так до сих пор шоколадную колбасу не сделала. Вот я сегодня буду делать шоколадную колбасу. Вот видите, уже выставила масло на стол и печенье, чтобы не забыть снова. А у нас дождик моросит. Ну, такой мелкий-мелкий, что даже его почти не чувствуется. Вот моя Дашунка, я её здесь ставила на дороге, чтобы быстренько взять и поехать. Тоже ли нам грецкие орехи с Астралии привозят? Это что, нормально, что ли? В Италии есть грецкие орехи, в Европе есть грецкие орехи. Нет, они с Астралии привозят. Смотрите, у нас вот для подделок, для Хэллоуина всякие разные штучки продают. Прикольные. Можно украшать, дом украшать или что-то делать. Там такие гробики, шкатулка. Сейчас-то получится одной рукой открыть. Прикольно. Гробики, шкатулка. Ого-го, какая сырость у нас. У нас всё моросит. Такая погода, что себе возьму. Вот и хлеб взяла тоже. И хлеб уже в сумку не вместился. Так помешу. Моросит конкретно. Сырость у нас снова конкретная. Прям влажная. Так, не тот ключ. Купила и что надо, и что не надо. Как всегда. Всё, я дома. Сейчас я распакуюсь. Так, масло. Масло. Надо, чтобы оно помягче было немножко. Так, я купила хлеб. Три таких хлебной булочки. Каким нравится Рима. Купила один авокадо. Давно не брала. Сто лет не брала. Они как раз с Испании. И выбрала такой мягенький. Так, что сегодня могу его и попробовать. Ну, прокладки купила. Как я написала. Что-то у меня упало. У меня бананы упали. Бананы купила немножко. А, мне надо было купить кетчуп пикантный. Потому что закончился вот хорошо. А дома не вспоминала. Хорошо, что в магазине я проходил мимо этого ряда. А, точно. Вот кетчуп надо купить. Заканчивался. Что ещё купила? Купила немножко помидор для салатика. Сам салатик у меня есть. Купила немножко грецких орехов. О, хоть эти орехи были на развес. И не было написано, откуда они. Ну, надеюсь, не с Австралии. Хочется местные орехи есть. А не какие-то там привезённые. Откуда-то, раз у нас растут. Так, купила вот какое-то печенье. Я там буду делать один видеорецепт. Ну, не сегодня. Посмотрим, когда. И были со скидкой мои любимые круассаны. С непросеянной мукой. С кремовым... С молочным кремом внутри. Вот так вот. Ну, всё. На 10 евро я эти покупки купила. 10 евро там, 10 копеек что ли. Я не помню. Что-то маленькую я сумку в этот раз взяла. Надо будет всегда побольше брать ту мою жёлтую любимую. Так классно дробит. Это моя дробилка. Смотрите. И не сильно такая мелкая крошка. И вся такая идеальная. Вот видите, вот она крупненькая. Мне нравится, когда она такая немножко крупноватая. Чтобы она как бы в весе с грецкими орехами была однородного состояния. Сейчас я всё это перемолю. У меня тут полкило печенья. Ещё 3 таких пачки. И всё. И потом грецкие орехи буду чистить. Смотрите, какая у нас белка есть. Это та белка, наверное, из Пушкина. Белка песенки поёт. И орешки всё грызёт. Сейчас надо... Получится у меня одной рукой. Вот повернуть надо. И раскалывает орешек. Вот видите. Тоже сейчас буду дробить в этой же дробилке орехи. Так, у меня тут два вида орехов. Я решила добавить ещё миндаль. Так что сейчас у меня и орехи пойдут в расход. Ну вот. Печенье и орехи готовы. Сейчас сюда добавлю всё, что надо. Остальное. Так, приступаю к самому важному процессу. Вот у меня уже и жидкая смесь готова. Сейчас потихонечку буду вливать и размешивать. И посмотрим, что из этого получится. А получится шоколадная колбаса. Сейчас мне нужны две руки. Мои три колбасины готовы. Я сейчас две кину в морозильник. Одну оставлю в холодильник. Чтобы потом потихонечку тоже вытаскивать из морозильника и кушать, когда захочется сладкого. А почему они у меня такие светлые получились? Вот почему они у меня такие светлые получились. Потому что вот раньше, когда я готовила, часто делала видеорецепты и часто что-то пекла дома. У меня постоянно был про запас какао. Нормальный чёрный какао. Именно для готовки. А в этот раз, опа, какао. Я что-то думала, что у меня ещё оставался какао. Бац, и нет какао. Мне пришлось израсходовать какао. Знаете, какой? Несквик. Поэтому у меня такой светлый получился. Потому что это какао-то Несквик. Он же светленький. Поэтому и колбасины у меня получились такие светлые. Но я кусочек попробовала. Вы знаете, это такая вкуснота. Такое ощущение, как будто это конфеты какие-то. А не шоколадная колбаса. В общем, когда они заморозятся хорошенько, потом распробуем нормально. Ой, какой вкусный авокадо попался. Надо будет ещё купить, пока они есть из Испании. Очень сладкие авокадо. Я их ем с этими тараллиниями. Тараллини. Они из непросеянной муки. Из авокадо. Так, в каратку снятина. Поверьте мне. Так, это называется Галинка разошлась. Пока есть желание. Я сейчас сразу и мафины сделаю. Благо, пока я делала вот эту шоколадную колбасу, я уже пообедала. То перекусила, то перекусила. Там, птички у меня кричат. Наверное, у них корм закончился. Вот они постоянно так галдят. В общем, сейчас я дорасскажу. У меня остались яблоки, но они такие бедные, несчастные. Они прямо сморщились такие все. Видите, сморщены такие яблочки. И вот я сейчас сделаю, наконец-то, мои фирменные яблочные шоколадные мафины. Потому что всё лето я их практически не делала из-за жары. Потому что когда жара, их нельзя долго хранить. А всегда, когда я делаю, я делаю двойную порцию. Тем более, школа началась у Никиты. Он после школы приходит, он может завтракать этими мафинами. Он может полдникать с этими мафинами. В общем, смотрю, и не только мой Никита, так и другие мужики тоже хорошо лопают эти мафины. Так что я постоянно делаю двойную порцию. И вот я готовила уже мои инструменты. Сейчас я достану всё, что мне надо. Благо, всегда у меня, ну вот, насчёт мафинов, у меня всегда всё есть. Главное, чтобы яблоки были. Вот у меня даже вот этот вот шоколад постоянно есть. Я постоянно покупаю вот такой вот шоколад. И буду показывать фирму. Я не рекламирую. Я постоянно беру этот шоколад. Именно в Мэди полкило. Он такой вкусный шоколад. Он чёрный. Он для готовки. Я его беру. Но вот когда хочется мне чего-то вкусненького погрызть, я беру кусочек этого чёрного шоколада. И вот он горький, но не до такой степени. Его можно всё равно кушать, грызть. Он очень вкусный, этот шоколад. Так что сейчас я по-эбобычненькому сделаю тесто для мафинов. У меня, кстати, есть видеорецепт моих фирменных шоколадно-яблочных мафин. Если хотите, посмотрите у меня в плейлисте. Так, я сейчас вот готовлю. И вот подумала, какая же всё-таки разница между женщинами и мужчинами. Вот я сейчас готовлю. У меня тут столько посудин разных, вот таких вот пластиковых, взвешивала там, яблоко тёрла. Сразу посудины мою. Вот, практически. Яблоко потёрла, тёрку помыла, поставила. Это приготовила, ну как, сделала. Это мне уже не надо. Помыла, поставила. Всё. Готовлю. У меня Рину, когда готовит, это тихий ужас. Столько посуды грязной. И он не успевает. И стоит, главное, над газом у него там что-то, когда он готовит, когда у него что-то готовится, стоит и караулит, чтобы не убежало это никуда. А пока она варится, он не может додуматься пойти, это помыть, это убрать, это убрать. Представляете? Вот, я не знаю, как все мужики, лично мой такой. Гора немытой посуды он оставляет. Стол грязный. Зато он герой. Он приготовил что-то. Вот скажите, у вас мужья такие же интересные или нет? Так, вот мои мафины уже полуготовы. Осталось только выпечь. Тут у меня получилось сразу 12 таких маленьких и 6 вот таких вот больших. Маленькие я смазывала, потому что они силиконовые. А большие они специальные для мафинов. Не знаю, такие бы огромные. Я их не смазывала, потому что не надо. Посмотрим, как они. Надеюсь, они не выйдут из берегов. Такие вот полные у меня получились. Посмотрим, когда будут готовы уже. Так, пока мои мафины пекутся в духовке. Блин, тяжелый. Сейчас пойду развешу это белое белье. И вот скажите, вот как я повешаю на балкон? Смотрите, какая сырая погода. У нас прямо дождь идет. Ёлки. Надеюсь, что он закончился, потому что, чтобы Никита не намок. Он зон с собой не взял. Да, будем надеяться. У меня будильник прозвенел. Ах, какой запах. Сейчас посмотрим, что там получилось. Надеюсь, что те огромные мафины не вышли из берегов. Так, 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 так. Вау. Вау. Вот они и не вышли из берегов. Ну, как некоторые, конечно, парусники получились. Ладненько, подожду, когда остынут. Сильно горячие. И потом уже вытащу их всех и сложу в миску. Блин, я просто, напросто сейчас охренела. Я смотрела по ОРТ передачу, как она, не помню, как называется. Там говорили о... О всяких транссексуалах, о геях, о лесбиянок, о однополых семьях. И вот сейчас показали одну семью, по-моему, где? Не во Франции, не, не во Франции, не, слава богу, что не во Франции, не здесь рядом. По-моему, в Англии там одна семья родила мальчика. Ну, по виду, вроде как мальчик. Но они не дают ему понять, что он мальчик. И не мальчик, не девочка. И не она, не он. Они его называют Оно, представляете? И вот бабушка даже этого ребёнка долго не могла привыкнуть к этому и тоже начала назвать ребёнка бедного Оно. И, в общем, родители это самое, дают в интервью, типа, мы не позволяем что-то там ребёнку навязывать, что ребёнок это он или она. Вот, пусть у ребёнок вырастет и сам решит, кем он будет быть, как это. Вот, дают свободу ребёнку и уже с таких малых лет они ему не позволяют, как говорится, вырасти, вырасти тем, с кем он, кем он родился, ёлки-папа. Блин, я от возмущения, я прям аж задрожала вся, я всё переключила нафиг. Лучше смотреть какой-то фильм, интересно, чем вдаваться в эти всякие истории. Это просто-напросто охренеть можно. Ну, как так можно, блин, вообще? Тоже, где-то случай был, вы говорили ещё до этого в Англии, тоже в Англии, блин, мужик насиловал там женщин, детей, в общем, насильник, всё такое. Ну, его посадили в тюрьму и тут он призадумался и через месяц сказал, что он женщина, что он решил стать женщиной. Вот, начал красить лицо, его перевели в женскую колонию, вот, но органы там ему не поменяли и он там тоже совершил два изнасилования. Представляете, это что, нормально? Это что за страна Англия вообще, которая одна из, ладно, я не буду говорить о политике, ну, это просто маразм какой-то там, я не знаю. А в правительствах в этих странах вообще я уже, я не могу, вот, говорили, началось с того, что в Бельгии, блин, рядом со штабом Евросоюза там маленьких младенцев продают гей-парам. Это просто кошмарики. Ладно, я жду Никиту, уж дождь идёт, надеюсь, что дождь прекратится. Я написала ему смс-ку, если хочешь, чтобы, типа, потому что если дождь, вот, напиши мне смс-ку, я приеду. Вот, жду, напишет, не напишет. Надеюсь, что дождь не сильно, а если моросит, то ладно, пусть моросит хотя бы. Ну, главное, чтобы не ливень был. То у него после прививки и так он кашляет ещё, покашливает, и сегодня пошёл ещё такая погода-непогода, блин. Помните голубков? Подкармливаю. Вот они пришли на обед. Кстати, летом были голубята тут, ну, маленькие птенчики, и вот они потом подросли, не знаю, это они, вот, маленькие птенчики выросли, или это те же родители, тут парочка осталась, честно говоря, не знаю. Горлицы, горлицы, да? Горлицы это. Дождик вроде прекратился, ну и слава богу, пусть хоть моросит, но хоть не дождь. Я так испугалась, Никита пришёл раньше времени. Как ты так быстро пришёл? Я быстро шёл. Быстро, видать, до автобусной остановки добежал, успел на автобус, в общем, быстро приехал. Сейчас ему обед сделаем. Намок всё-таки Никита. Вон, какая кофта мокрая. Повесил её на сушку. Это не одноглазный жён, это одноглазая Галинка. Давили до слёз. Лук только что порезала. Да, поплакала и хватит. Я же сильная женщина, ёлки-папа. Девушка. Это я тут делаю сейчас ризотто. Ой, какая красота. Это я делаю такое рисовое блюдо с мясом. Обычно я делаю рис с курицей, с куриными бёдрами. В этот раз я решила сделать именно с мясом таким вот медным. Попробуем, что получится. Внутри же уже так красиво получается. Смотрите. И что тут такое? Только лук, морковь и мясо. Но уже красиво, да? Когда всё это обгарит, затянуло всё рис и будет тушиться. Ну, это получается как плов. Ну, точно плов. Что-то это, вспомнил это слово. Буду использовать рис рома. Ну, так вот, кто не знает, что в Италии свой рис выращивают. В частности, у нас на севере. В частности, в нашем районе, вокруг нашего города. И вот этот рис рома. Это не потому, что в Риме его выращивают. В Риме его не выращивают. Просто это сорт такой. Потому что много разных сортов риса. И вот его назвали именно рома. Рим, значит. Вот в Италии, когда готовят ризотто, его сначала не заливают водой. Его сначала обжаривают на масле. А потом уже заливают водой. И тогда рис становится рассыпчатым таким. И не разваривающим. Видите, я обжариваю его сначала. Вот, залила водой. И на среднее окно, под крышкой, будет она потихоньку тушиться. Блин, что-то у меня сегодня такой домашний, кулинарный влог получился. Не думала, не гадала. А вот так вот получилось. И колбасу сделала шоколадную, и мафины сделала. Сейчас еще этот ризотто с мясом показываю. Надо точно мне заняться видеорецептами. Потому что мне этого точно не хватает. А что еще сегодня показывать? Не буду же я показывать, как я белье развешиваю. Хотя можно было показать. Но я просто вот именно не такая красноречивая. Вот когда я вот именно работаю, я не знаю, как разговаривать, о чем разговаривать. У меня все мысли, вот все, о чем я, например, раньше хотела сказать, у меня все сразу вылетает. Потому что когда я работаю, я думаю о работе, понимаете? Вот. И сейчас вот тоже пойду подметать. Не буду же я показывать вам, как я подметаю. Вот, убирать немножко, прибирать там, мне над лестницу помыть. В общем, такие дела. Пока Крис тушится, пойду я еще кое-что сделаю. Все равно Арину сейчас еще не придет с работы. Он сразу после работы к своей маме поедет. Субтитры сделал DimaTorzok